Шаббат, шалом, шаббат в Петербурге, прямая трансляция на ютубе, Аллилуйя, 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 Слава Богу, Аллилуйя, шаббат, шалом. Приветствую всех братьев, сестер, приветствую всех святых, слава Богу, именем Господнем приветствую всех, доброе утро, доброе субботнее утро. Сегодня я вот место из Писания обозначил как раз фрагмент из Библии для картинки, для трансляции, очень такое драгоценное слово, с него хочу и начать сегодня, слава Богу. Сегодня хочу я начинать как раз с этого места из Писания, с этого фрагмента. Так, слава Богу. Так, хлеб у меня, фатер, Аллилуйя, шаббат, шалом. Приветствую всех именем Господнем, приветствую всех именем Иисуса Христа, слава Богу, доброе, благословенное всем утро, вот, во имя Господне. Сегодня хочу поделиться, начать с этого места из Писания, с того места из Писания, которое в заголовке в самом, на картинке этой трансляции на Ютубе. Это 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих, ну и 10 тоже, 9 и 10 стихи. Ну и дальше, прекрасное такое послание, вот, послание божественной любви. Вот, пусть это будет началом сегодняшней молитвы, трансляции с этой утренней молитвы. 1 Коринфянам, 2, 9 написано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, в 11 стихе написано уже дальше, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Аллилуйя. И в конце там, этой главы, 2 главы, 1 Коринфянам, в самом конце, написано в завершении 16 стиха, 16b, как пишут обычно, «Мы имеем ум Христов». Аллилуйя. Еще раз, 9 стих. Но, как написано, «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим». Написано в начале 10 стиха. «Слава Богу». Доброе утро еще раз всем, кто подключается. Света пишет, «Шалом, семья, шалом, семья Божья. Этот день сотворил Господь, а значит, в нем одни благословения. Спасибо тебе, Господь. Аминь, аминь, аминь». Этот день, Боже, Ты сотворил, и действительно, в нем только Твои благословения, Боже. И Христос с нами во все дни до скончания века. То есть, во-первых, то, что Бог сотворил все эти дни, вообще все это время, вообще временное измерение, и Бог в этом всем присутствует, Его творение, оно хорошо. А во-вторых, что действительно Машиах с нами, Христос с нами во все дни, и в нас еще. Арсений пишет, «Шаббат шалом, шаббат шалом, друзья, шаббат шалом». У меня здесь вот две свечи горят, как раз в напоминании о том. «Шаббат шалом, шаббат шалом, поем. Аллилуйя». И действительно, таинство, великое таинство, Библия раскрывается, удивительная тайна. Христос в нас, упование славы. Божий Дух, поселяясь в человеке, нас храмом своим соделывает. Спасибо тебе, Господь, в храме моего сердца, моего разума, моего тела, в храме своем, Боже, Твоем, в этом храме, Боже, я воздаю Тебя хвалу и славу сегодня. Слава Тебе, Господь. Как живой камень, Боже, в этой стройке, в этой постройке, в этой стройке тысячелетий. Господь, живой камень в стройке тысячелетий, Боже, и я благодарю Тебя, Господь. Потому что основанием, фундаментом этого строительства, Господь, и моей жизни, и миллиардов других верующих всех поколений, и сегодняшнего поколения, Боже, это Ты, Господь, Иисус Христос, ибо никто не может положить другого основания в Господе, кроме Тебя, Господь, кроме Твоего основания, кроме Тебя самого, Господь. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, положенного Тобою, Боже всемогущим, который есть Иисус Христос. Слава Тебе, Господь! Он и называется телом Машеха, телом Христа. В Новом Завете таинство это раскрывается. В посланиях апостольских оно начало раскрываться. И вот два тысячелетия раскрывается это великое таинство. Открывается, приоткрывается, шаг за шагом. Для всего человечества великое таинство открывается. Есть тело Христа. Христос здесь, сейчас. Сейчас Христос, да, казалось бы, он покинул, он ушел, улетел, но он говорил перед тем, как уже ушел, вознесся, он сказал, что для вас лучше, чтобы я ушел. Его тело сейчас здесь. И таинство, раскрывающееся в поколениях, особенно последних пять столетий, эпохи Великой Реформации, это таинство раскрывается с небывалой силой. С небывалой и неслыханной ранней силой раскрывается великое таинство тела, живого тела, организма, тела Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Этого третьего храма. Был первый храм, ну, если не считать еще, вот, тот передвижной, как бы, да, с кинью, шатер. Но построил Соломон, да, слава Богу, величественный храм, мы его называем первым храмом, вот, потом, ну, в Библии нет такого объяснения, но, как бы, так мы для удобства называем его первым храмом. Потому что потом в Библии там рассказывается, по грехам нашим он был разрушен, и это было очень грозным предупреждением для всех будущих поколений. Действительно, трагедия этого первого храма, она подробно описывается в Библии, в пророках. И все, что написано было, это написано не в осуждении тем людям, которые жили прежде нас, не для того, чтобы мы умничали и говорили, вот, если бы мы жили в те времена, мы бы не поступали так и так бы, а мы поступали бы так и так бы. Так поступают люди нечестивые. Но праведникам не пристало так поступать, праведникам пристало быть смиренным, мудреным. И мотать на ус, как говорится, и учиться, учиться, и еще раз учиться. Действительно, учиться на ошибках предшествующих поколений. И то, что в Библии описывается много грехопадений, и много грязи, и много зла в Библии, все это нам в назидание. Все это нам в наставление, чтобы мы учились. И тем более, как в конце главы написано, 2 главы 1 Коринфянам, что мы имеем ум Христов. А имея ум Христов, мы просто, ну, просто обязаны это делать. Если люди до Христа умудрялись учиться на ошибках прежних поколений, потому что в этом мире есть такая присказка, что истории учат тому, что ничему не учат. И действительно, люди обречены повторять и свои ошибки, и чужие ошибки. Но, имея ум Христов, мы свободны от этого. И можем действительно учиться и на ошибках, и по милости Господней, не своих даже, а на ошибках других. Библия, поэтому и рассказывает о многих злодеяниях, о многих грехах, о многих грязи в Библии. И все это для нашей пользы. Вот, лечебная грязь для нас, будем договорить, лечебная грязь. Вот, значит, хотя многие страницы Библии переворачиваешь, даже, ну, чувство брезгливости, ну, страшно. Там просто действительно очень много зла в Библии рассказывается. Вот, Библия уникальна, Божье Слово уникальна. Оно не идеализирует этот мир, знаете ли, не учит нас смотреть через розовые религиозные очки, а учит нас смотреть реально. И, имея ум Христов, мы так и образом поступаем. А второе великое преимущество Библии, что, рассказывая о многих добродетелях и великих истинах, Библия учит нас и о героях веры, о которых вчера я читал утром, 11 главы евреям, учат нас подражать вере их, как в послании Террии, в 13 главе дальше там говорится, да, вспоминайте наставника вашего, которого проповедовали вам Слово Божье, да, и взирая на кончину их жизни написано, подражайте их вере, вере их. Ибо Иисус Христос вчера и сегодня, написано дальше, и вовеки тот же, «Халилуя, спасибо тебе, Господь». То есть тот же Маше, тот же Христос, который был прославлен в прежних поколениях, еще даже до своего пришествия на землю, будем так говорить, да, в Ветхом, как мы говорим, Завете, Христос присутствовал уже, Маше присутствовал уже незримо. Да, и во многих событиях он угадывается, действительно, его рука, его присутствие угадывается, гадательно, будем так говорить. А уже с момента прихода и основания церкви, все, он с нами во все дни до скончания века. «Халилуя, спасибо тебе, Господь, слава тебе, слава тебе, Божий всемогущий, благодарю тебя, Божий всемогущий, слава тебе, халилуя». Благословен ты, Господь. И, живя в этом временном мире, временном этом измерении, в этом реальном мире, но не таком сильно реальном, как реален Божий мир, вглядываясь в Божью реальность, потому что эта Божья реальность пришла в нашу жизнь, как верующих людей, мы постигаем просто для этой земли, кажущейся сверхъестественным, неестественным, сверхъестественное, оно естественно в Божьем мире. И еще раз читаю 1 Коринфянам 2.9. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи». Аллилуйя, вот эти глубины Божьи. Глубины Божьи. Если люди, нерожденные свыше, часто постигают глубины сатанинские, на глубину нетух, знаете ли, а мрак и болот опускаются, то для праведников и святых, для нас с вами, для верных и избранных, Господь приготовил, открывая, и открывает нам глубины своей, Божьей глубины. И это глубины мира, любви, радости, долготерпения, милосердия, всего. Аллилуйя. Богопознание, именно погружение. Я вчера, помните, доставил с огурчиками баночку, вот как раз проинлюстрировал. Кстати, вчера вечером на ужине отведал я этих огурчиков, такие попробовал, очень хорошие вот такие получились вообще. Как бы, по сравнению с тем, что было раньше, я когда банк открыл, вот в тот раз еще, значит, ну, как бы, думаю, монастырский, бочковый, наверное, ну, как бы, заякно такая хорошая, обычная, не такие ядреные, хорошие. Вот, значит, а это производитель, как бы, так, ну, сделал так, чтобы вообще ни рыба, ни мясо, ну, вообще. Ну, ладно, вот, и я поэтому реформировал эту баночку. Я туда всего порезал там этих перчиков, там горсть целую, вот так вот, не меньше, вот так вот, здесь у меня 4 штучки перчика, я еще 5 еще взял, разных, это ядреные перчики такие, хорошие такие, мощные. Да, да, каждый укус вызывает такую слезу, будем так говорить. И все это туда, в банку поместил, в рассол, и я бы постоял там несколько дней, и вот, и стало такой ядреной такой вещью. И вот, по этому образу, я думаю, что и Господь он реформирует даже, если в банке каких-то собраний, каких-то конфессий, динаминаций, ну, мало соли, как бы, и вообще, как бы, и остального-то, и как бы, и вообще не слыхать, не слыхивали о настоящих, будем так говорить, консервациях. Вот, значит, как бы, значит, и, ну, Господь он реформирует, Господь добавит всего своего, вот, и мы просолимся им, погружаемся в него, и погружаемся, потому что в Слове Божьем, чем Библия уникальна, там все это есть уже, Аллилуйя, Валентина, Шаббат, Шалом, драгоценные дети Божьи, да, семья Божья, Шаббат, Шалом, Шаббат, Шалом, братья, сестры, Божья семья, Аллилуйя, дети Божьи, Аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе, Господь, да, Аллилуйя. Еще раз читаю это место в Писании, 1 Коринфянам 2, 9, и начало 10 стиха. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это духом своим. Аминь. И как это Бог открывает духом своим? Посещая, наполняя нас, пропитываясь им, мы видим это, ну, и ощущаем это, переживаем это. Слава Богу. Не знаю, ну, начиная с самого первого, вот такого столкновения, как вы сейчас так вот употребляете, слово такое, да, энкаутер, столкновение с бездной, столкновение с Богом, столкновение с бездной, бездна с бездной, бездна внутри нас, с бездной любви Бога, милосердия Бога. Вот это столкновение, вот этот энкаутер, у всех бывает свой, конечно, у всех бывает, будем так говорить, свое столкновение, переживаем мы, первое, я имею в виду, самое столкновение. Вот, у меня первое столкновение с бездной, милосердие Божьего этого, с бездной любви Бога, было вот в подростковом возрасте, и оно было в экстремальных ситуациях, у всех по-разному бывает, большинство, слава Богу, так вот, ну, без экстрима, переживает вот это столкновение, ну, без, то есть, без таких вот, как бы, особых экстремальных условий, у меня было в особых экстремальных условиях, то есть, момент смерти, в 13 лет неполных заболел, умер, вот, и двусторонняя пневмония, вот, значит, и момент смерти стал для меня моментом столкновения с бездной этой, бездной любви Бога. И, вернувшись в тело, значит, и пережив воскресенье, пережив исцеление полнейшее, вот, я, значит, тогда, я, действительно, ну, в мое воскресенье родителям попытались как-то хоть объяснить, врачи, вот, как скрытый резерв организма, видимо, как бы, что такое второе дыхание, как бы, вот, что невозможно, но, как бы, ну, ладно, бывать, видимо, иногда. Но очищение обоих легких они никак не могли объяснить, потому что я умер от того, что оба легких отекли, вот, как бы, но если я вернулся, как бы, да, то это одно чудо, но я еще был исцелён, вот, а факт очищения обоих легких они не могли никак объяснить. когда я умирал я хрипел свистел любая попытка вдохнуть выдохнула хрип и свисты вот страшное дело вот и болезненно все было но когда я зашел уже в себя по мере того как я заходил в себя то я не хрипел не свистел дышал ровно ничего не болело ну в той области куда я зашел или а как заходил было больно конечно вот но куда зашел я уже там уже не болело ничего вот и так до самых пяток до самой подуши я вот как бы калутки какие-то одевал я самого себя делал самого себя ну и и я потом уже из библии прочитал что действительно это тело наше она сравнивается с одеждой и хижиной он действительно так она есть братья и сестры но момент вот между смертью и воскресеньем в этом земном измерении время это тоже понятие честно говоря так относительно если положа руку на сердце то вот хотя считается нам говорили в школе это величина постоянная но на самом-то деле не все так просто как кажется на первый взгляд на самом деле порой во времени очень коротком очень много умещается вот и есть временные чудеса бог совершает временное чудо спасибо тебе господь спасибо тебе за все аллилуйя вот и их друзья братья и сестры но обычно люди без такого этого и сильного экстрима переживают вот это чудо духовного возрождения самое главное вот в том что происходит вот именно в этом возрождении это действительно столкновение с бездной столкновение с богом и сегодня даже когда вы проводят инкаутеры в разных конфессиях проводят инкаутеры и католики и православные на западе у нас здесь не проводят но в сша допустим я был опять-то в той самой свято-владимирской духовной семинарии в нью-йорке а потом был на другом побережье уже на западном побережье там в оригоне в вашингтоне тоже значит штате значит там как раз тоже православные но греческого происхождения американцы проводят инкаутеры и на аляске тоже самое на аляске там греки православные тоже проводят инкаутеры вот как встреча с богом столкновение с бездной именно католики ну католики еще раньше начали не говоря уже за протестантов протестанты разных течений это используют уже применяют потому что и ну правда в том правда порой горькая что большинство людей называющих себя христианами вот как ни крути но не переживали как правило еще называясь христианами соглашаясь доктринами но умное согласие умственное согласие с доктринами церкви и принятие иисуса христа своим спасителем господом она как бы это само согласие и даже исповедание как бы это еще далеко не все все гораздо сложнее вот именно личная встреча с богом как еще до иисуса христа в школе шамая об этом говорили в еврейской школе как раз и духовное рождение свыше рождение новое она происходит столкновение вот эта встреча личная встреча с богом она бывает у всех по разному с момента пришествия иисуса христа уже два тысячелетия дверь открыта в общем то не надо даже дергаться тыкаться мыкаться призови имя господне вот и переживи это присутствие бога и господь он знает когда прийти и в общем то он возлюбленный этой встречи он любящее сердце он всегда находит он видит издали издали видит среди миллиардов тебя увидит если твое сердце любящее открытое искренне с искренними с любящими бог поступать любящие искренне а с нелюбящими и не искренними поступают вот так вот нелюбящий не искренне то есть не нужно он там так с ними плохо обходится а просто ну если любящий придет к нелюбящему их искренней придет в жизни неискреннего, то для неискреннего просто и не любящего это будет еще большим горем, поэтому если Бог придет, живой Бог придет к тем, кто не ищет его, да, не жаждет его, то этим людям будет еще хуже, чтобы Бог не поразил земли проклятием, знаете ли, когда Чарльз Перджон сравнивал подобное, я пример, помните, приводил, кто смотрел утренние мои прежние трансляции, с глиной и с воском, в полумраке где-то, допустим, да, в полумраке, где-то там в сырости какой-то, в подвале, допустим, воск и глина, размяв, можно примерно одинаково добиться состояния, вот как бы, но когда и воск, и глину ты выносишь на санцепек самый, на жар самый, и на этом санцепеке, значит, воск начинает плавиться, да, таять, а глина каменеть, в камень превращается, и вот так же сердца, если внутренне, если Бог, если можно так выразиться, далеко, поэтому Бог-то далеко, не потому, что он не хочет прийти, а потому, что он не хочет поразить земли проклятием, потому что, когда он близко, то очень много людей просто очерствеет, они еще больше ожесточатся, как на примере фараоново сердца, Бог ожесточил сердце фараона не потому, что Бог против фараона, Бог его так же любил, как своего сына, как всех своих сыновей, все свое создание возлюбил на самом деле. И он за этого фараона и небо, и землю порвал бы вообще, значит, и дьявол порвал бы, значит, и он доказал свою любовь действительно на кресте Иисуса Христа, на кресте Сына Своего Единородного. Бог доказал к нам ко всем свою любовь. Бог во Христе примирил с собой весь мир. И фараон он также любил, но все ближе и ближе, приближаясь к Египту, его присутствие производило действие. И сердце лидера этого, национального лидера, вот этого человека, взявшего власть в свои руки, этого прообраза антихриста, он сердце ожесточилось. Бог ожесточил каким образом? Приближаясь. А сердца людей Божьих они плавили. Сердце Моисея, оно плавилось от любви Бога. Вот, а сердце фараона, оно ожесточалось. И сейчас Бог мог бы прийти и сюда, Россию, как говорится, матушку, и Украину, там, Белоруссию, там, Грузию, там, значит, Молдову, где еще там, в разных странах, вот, значит, к Израилю. Но если сейчас, допустим, Бог придет вот в таком, как Он хочет прийти, как именно искренний и любящий, то не любящие и не искренние сердца в камень, превратятся в камень. Все превратится в камень. Это страшно, конечно. Это страшно. Вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте. Спасибо тебе, Господь. Как в той, помните, сказке, там, когда это, как там, забыл уже. Когда там золото, 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 копытами било это животное, значит, там, и обтогораться, и все в камень превратилось. Все эти черепки превратилось. Вот так же и человеческое существо. Вроде все нормально, нормально, люди, люди, потому что все в камень превращается. Вот. Но по милости Господне, Бог хочет действительно спасти всех. Поэтому и пришествие Господне приближается, но еще время выжидается. Потому что Бог долго терпит, Он хочет, чтобы все люди спаслись. И единственный достойный ответ на Его искренность и любовь, это наша искренность, наша любовь. И когда искренний и ищущий Бог искреннего и ищущего человека находит, это столкновение происходит, это бездна с бездной, и это порождает эффект, это просто, не знаю, расщепление атома. Атома не дает такой эффект. В духовном свете. Это новое начало. Рождается новая вселенная. Рождается новый человек. Да, гомо-сапиенс, как говорится, человек разумный. Да, гомо-религаре, человек религиозный. Но это все хорошо. И то, и другое хорошо, прекрасно. Но, это чадо гнева. Чадо благодати, дети благодати, дети Божьи, рождаются от столкновения двух этих начал. Великих начал Творца и Его творения. Двух любящих сердец, двух любящих начал, двух искренностей. Бездна, бездну призывают. Люди, гомо-сапиенс, да, люди разумные, ну, века сего разума, имею ввиду, они пытаются заполнить чем-то своим, мирским, вот эту бездну. Иногда получается, вроде как бы, знаете, вот, подштукатурить, подмазать, вроде как бы, нормально. Но потом эта бездна проваливается все больше и больше, еще хуже получается. И отрывается еще больше и больше бездна это все. Вот, люди, гомо-религары, да, люди религиозные, пытаются религиозными вещами забить это сердце. У них это лучше получается. И религия действительно это самое надежное пристанище такое, для того, чтобы скрыться от Бога, спрятаться от Него. Как ни странно это звучит, но религия действительно, это и последний убежище негодяев, значит, и людей, которые пытаются спрятаться от Бога. Ну, себе в этом не признаваясь, но имея это в подсознании своем, в подкорке своей, будем так говорить, желание, потому что по умолчанию эти опции стоят в любом человеке, спрятаться от Бога. Со времен нашего пращура Адама, так оно и повелось. Эта опция, она, никто ее не снимет, только вот столкновение с Богом все меняет абсолютно. Вот, пусть Господь благословит сегодня нас, братья и сестры, и вот это столкновение с бездной, бездна бездну призывает, когда бездна человеческая, бездна, потому что мы сотворены по образу и образу, подобию Его, по образу, подобию Бога, и в нас эта бездна есть, и когда наша бездна сталкивается с бездной Бога, милосердием Бога, вот это столкновение этих бездн рождается новая вселенная, рождается новая жизнь, человек уже новое творение, человек новое творение Во Христе и Иисусе. И это не просто умственное согласие с доктринами религиозными, которые могут в очередной раз закрыть человека в религии протестантской, католической, православной, любой другой, или же нехристианской любой религии, таких масса тоже религий. Вот, религия по-своему хороша, но она, знаете ли, ой, мягко стелет да жестко спать. Значит, а вера это то, что действительно окрыляет человека, это то, что вдохновляет, слава Богу. Арсений, да, пишет, истинно верующий тот, кто на все сто заполнен живым Богом, аминь, живой Бог, и потому живой человек. Ам Израиль, хай, ам Израиль, хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, хай, от Авину, хай, от Авину, хай, наш Отец, Небесный Бог, Святой, Иегова, живой, и потому народ Его живой, люди Его живы, потому что Он живой. Это поется как раз, каждый шаббат. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Бог Всемогущий, благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, благодарю Тебя, Божие, за это столкновение с бездной. И вот это причастие, Евхаристия, что это, как не тоже вот это столкновение с бездной? Материальное, видимое. Я сейчас беру просто хлеб, казалось бы, да, здесь просто виноградный сок, плод виноградной лозы. Но, казалось бы, все просто. Да не так-то все просто. В этом, как вот, знаете ли, как вот ты приобщаешься, если просто принимать, ну, как вот, ну, недостойно Библия говорится, да, не рассуждая о теле Христа, то есть не погружаясь в Его измерение Божественное. Вот, сок стоял в холодильнике, поэтому немного остыл, так холодно же. Согреви его. Да, спасибо Тебе, Господь. Причащаясь телу и крови, человек должен рассуждать, человек верующий должен рассуждать о теле и крови Христа. А рассуждая, а рассуждая о теле и крови, мы причащаемся иного измерения, Божественного измерения, Божественного мира. В таком видимом образе плод виноградной лозы и хлеб. У меня здесь это пресный хлеб, пресное слоёное тесто, это вот фатер называется, фатер. Мне так понравилось, оказывается, я тоже не знал раньше, я ударение не так делал, я фатер думал, фатер, ну, фатер, как говорится, фатер. Вот, и с арабского означает творец, представляете, значит, мне так объяснили, а я потом в гугле посмотрел, точно на самом деле так интересно. Даже одна из сур Корана, ещё мекканская, ещё не мединская, а мекканская ранняя сура, но она поставлена 35-м номером, значит, 35-я сура. Вот, она так и называется фатер, то есть это о творце. Думаю, здорово. Думаю, я буду проничать с такой лепёшкой, она и пресная, и слоёная, и называется фатер. И очень вкусная, кстати. Прекрасный хлеб, пекут братья-мусульмане здесь вот, беру у них. Вот, а сок тоже, искал виноградный сок, вообще-то нет нигде, а вот зашёл в магазин здесь сезон, вот, и оп, тем более даже по акции, у них скидки бывают такие время-тремень. То есть, Бог всё усмотрел. Спасибо тебе, Господь. Но самое главное, даже не качество этого сока, хотя мне этот сок понравился, да, хороший, и даже не качество хлеба, и хлеб мне очень нравится этот вкусный хлеб, такой приятный, вкусно пахнет, кстати, очень-то, да. Очень вкусно пахнет. Вот, а самое главное, это качество нашего рассуждения. Иногда прочищаюсь, тоже, если сейчас нет у вас ни сока, ни хлеба такого, то вкусного, то возьмите какой есть хлеб, хоть даже жарной, вот я беру иногда просто жарные сухарики, вот, и просто воду беру, бутылочка воды с собой меня часто, ну, почти всегда. Вот, значит, и могу где угодно, хоть в парке, хоть где, да, значит, там, призвать имя Господне и тело и кровь Христа причаститься. Потому что, действительно, причастие – это переживание Бога, это не просто переживание, это погружение в Него, это иная реальность, это иное измерение. В этом земном измерении, ну, самые подходящие образы, которые, ну, Господь сам дал, вот, это плод виноградной лозы и хлеб, образ тела и крови его. И непонятным нам, человеком, образом, это и есть само тело и кровь Господа Иисуса Христа. Таинство. И Бог приготовил нам то, что сердцу даже не снилось никогда такое, не приходило-то на сердце никогда. Бог приготовил нам то, что вообще чудесным образом глаз на этой земле не может увидеть, глаз человеческий не может насмотреться, да, на эти красоты этого мира. Он сейчас осень, а чей очарование, помните, да, Пушкин говорил. Здесь рядом парк есть, где как раз Пушкин с Дантесом стрелялись. Последний был дуэль великого русского писателя и поэта. Африканского, еврейского такого. Кстати, но та дуэль была последняя для Пушкина. Они оба были ранены, но Дантес был слегка ранен, а Пушкин ранен был. Ну, тоже рана была невелика, но по тем временам медицина была в таком состоянии, еще плачевном, что оказалось смертельной. Вот. Но он проливал кровушки тоже немало. Он десятки раз выходил на дуэли, там, сорок с чем-то раз, почти пятьдесят раз он стрелялся. Многих ранил, и люди даже умирали от этих ран. Но он проливал кровь людей, потом его кровь пролилась. Страшно, конечно. Человек, соносный гениальный писатель, поэт. Реформировал весь русский язык, после Пушкина русский язык вообще другой стал. Но, с другой стороны, при всей своей гениальности, характер был ужасный. Ну, невозрожденного человека. Хотя перед смертью он обращался к Богу, ну, традиционно православным, хотя, казалось бы, исповедовался, причащался. Успели перед смертью призывать священника, об этом есть свидетельство. Но, конечно, один только Бог знает, о чем говорил Александр Сергеевич, как говорится. Надеюсь, он был искренним. Ну, в той ситуации, когда смерть в глаза смотрит любой человек искренний, надеюсь, он призвал имя Господа, Христа, своим Спасителем. Скорее всего, да. Спасибо тебе, Боже Всебогущий, благодолю тебя. Благодарю тебя, Боже Всемогущий, за жизнь. Благодарю тебя за чудо это. Благодарю тебя за это таинство тела и крови твоих. Благодарю тебя за то, что ты, Бог Всемогущий, во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения, дал нам Слово спасения, Слово оправдания. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за это столкновение с бездной, за это чудо, которое происходит, Боже, уже два тысячелетия, в эту эру благодати происходит просто удивительным образом в судьбах миллионов и миллионов душ. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. И твоя воля, ты хочешь, действительно хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един ты, Бог наш, и един посредник между тобою, Богом и всем истрадавшимся человечеством, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Господь, Бог Всемогущий, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего, Единородного, Иисуса Христа, праведника, за всех нас. Чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя за дар твой вечной жизни во Христе, Иисусе, Господе нашим. Благодарю тебя за твой небесный сверхъестественный подарок жизни вечной. Слава тебе, Господь, Бог Всемогущий. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Слава тебе, Господь. Аминь. Аминь. Слава тебе, Господь. Аминь. 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 слава тебе господь благодарю тебя за голгофу за кровь за жизнь вечную благодарю тебя за твой любовь за любовь за милость за спасение за жизнь лихаем благодатью мы спасены благодатью я спасен и это не от нас это не от меня это божий дар спасибо тебе господь спасибо исцелен благословлен спасен во христе аминь 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 благодарю тебя господь за милость твою за спасение за благодать вечной жизни слава тебе спасибо тебе господь за все спасибо спасибо за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою благодарю тебя отец мой бог благодарю тебя иисус христос спаситель мой брат мой господь благодарю о дух святой ты всегда со мной утешитель мой за все я благодарю за все я благодарю слава тебе господь благодарю тебя господь за милость спасение благодать эту слава тебе за это столкновение с бездой спасибо ольга пишет доброе утро божье аллилуйя через причастие мы прикасаемся к нему а он к нам на духовном душевном и физическом уровне благословение всем аминь аминь вот и у себя в церкви в киеве я потом когда делился уже не раз такой пример приводил знаете вот как вот в библии много сравнивается взаимоотношения мужчина и женщина да бог нас создал вот такими разными да чтобы показать нам как раз свою любовь и вот взаимоотношения мужчина и женщина да вот и начиная с первого свидания с первое с первой встречи вот это ах да вот это удивление как бы да вот как бы как помните приключение шурика да там когда там значит там они там газировку или что они там били не помню по сценарию по сюжету и вдруг значит эта девушка идет и этот шурик он увидел кто это как бы весь мир где стал существовать вот она как-то вот вот это да он как бы обомлел аж и там музыка такая заиграла красивая такая значит а второй парень который там значит там стоял а это просто девчонки все хочешь познакомлю тот даже весь оторопил как бы для него это как бы вот это да святыня такая знаете для того просто просто обычная девчонка их полно здесь вот значит понимаете вот значит как бы вот это глаза открылись как бы да его вот значит и интересно он полюбил нас он вот это увидел нас и ах в нем это есть создавая каждого из нас в утробе наших матерей бог ахал вот это да и когда наша первая встреча с ним удивительная первая встреча у всех по разному она бывает в разных ситуациях в разных ну переживаниях но первые о нем вот эта мысль первая встреча первое желание первое ответное вот это ответная наша какая-то любовь возникает да на его безусловную любовь его восторг нами его удивление его радость значит и наше первое вот это ответное возникает в нас вот а потом в течение нашей верующих жизни как верующего вот эти встречи с ним бывает это в коллективном собрании в общественном богослужении да где-то там в собрании два-три человека или тысячи людей собираются бывает это по-разному но чаще всего эти встречи свидания бывают один на один как машиах сам говорил христос сказал что бери в комнату твою затворить дверь твою и помолись отцу твоему который в тайне и отец твоего видящий тайну воздаст тебе явно да ну классический пример как раз вот и и сам машиах это практиковал христос на людях тоже молился конечно да и как и все остальные религиозные иудеи он молился безусловно значит и в синагогах по обыкновению своему да значит значит и в храме бывал значит с самого малолетства на пасху водили его в храму значит да на пасах вот и безусловно он молился все эти молитвы ишма и все прочие молитвы он это исповедовал и он это говорил вот но приоритетно в своем учении о молитве машиах он приоритет отдавал именно ну просто доминанта не просто акцент на доминанта именно индивидуальная молитва один на один с богом аллилуйя валентина пишет тебе вчера астрономы показывали вселенную все что создал наш господь как он велик создал уникальную землю создал человека для проставления его аминь аминь и на шаббат шалом шаббат шалом ну и завершим да шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом Шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом И однажды эти свидания, они происходят по-разному, в разных ситуациях, но однажды будет пир на весь мир, свадьба и вечный медовый месяц с Иисусом Христом Аллилуйя, 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 спасибо тебе Господь Благоставляю всех вас, братья, сестры, благоставляю священническим благоставением Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир Во имя Иисуса Христа, аминь Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры Благоставение Господне всех вам С берегов Невы, Ижоры, Черной речки С Санкт-Петербурга, Северной столицы Благоставение всем вам Мир и благодать да умножатся Божьей милостью, архиепископ Сергей Жрублев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир всем вам И как по скрипту я хочу сделать тоже объявление И чтобы вы молились об этом хорошо Также призываю к этому самому волнению Такому внутреннему переживанию сейчас Бога В этом отношении, в этом направлении таком молитвенном В январе месяце, середина января, как обозначил я Снова буду в Украине, в Киеве Вот и знаете, в Харькове, в начале Харькове Получается, может быть даже будет как раз Рождество Вот я успею Может даже послужу в какой-то из церквей харьковских, кстати Харьковских, Днепровских Вот и потом у нас уже буду в Киеве, в церкве Вот и это будет водохреща в украинском Называется в украинской традиции Крещение Господне будет вспоминаться Буду проводить служение в Киеве На протяжении вот этого как раз и вариатора Значит я вальф, февраль, март месяц Буду долго, планирую быть тоже три месяца Потому что сейчас вот для граждан России сделали такое Сейчас не очень удобно мне, но как бы что есть, то есть И в связи с войной, значит, к сожалению Продолжающейся, молимся о мире Так вот, граждан России Я хотя украинский священнослужитель, но я граждан России И был, и остаюсь таковым, значит И теперь мне можно быть три месяца максимально Через три месяца Поэтому я вот Теперь только два раза бываю в Украине В год получается Но стараюсь по максимальному уже послужить уже Ну, чуть меньше трех месяцев я обычно бываю Вот в том году был так, по крайней мере В этом году тоже планирую в следующем Вот в девятнадцатом году Вот Январь, значит, почти весь месяц Ну, почти, да Значит, и до конца марта Вот И Господь да благословит Поэтому в это время планирую как раз в январе Издание сборника статей своих Уже издавал я подобный сборник, но давно было Вот Давно и уже он разошелся давным-давно уже Хотя до сих пор прошло уже столько лет Издание было в 2003 году Вот И с того времени Да, уже больше 15 лет прошло Но до сих пор это издание, оно работает Удивительно Встречаю братьев, сестер Вот Которые показывали мне вот эти сборники Затрепанные уже такие Знаете ли Надо какую-то качественную бумагу такую сделать Чтобы, значит, чтобы она для пользования такого людей Вот, значит Может, утолощенную, не знаю Ну, какую-то такую, чтобы она была долгом Такого пользования И плюс еще делали ксерокопии Статей многих И этими ксерокопиями пользовались То есть актуальные статьи И очень важные статьи Вот И новый сборник, он будет еще более Таким мощным Потому что статьи я сейчас Все это время, последние годы Над этим работал И здесь, в Петербурге в том числе Как раз работаю Статьи переделываю Дописываю Некоторые вещи убираю Значит, некоторые убирают статьи Значит, новые статьи будут некоторые Так что будет новый сборник Обновленный сборник Вот Слава Богу Так что благоставляю всех вас А как финансово и молитвенно участвовать в моем служении То под каждым видео В том числе под этим видео Есть Под любым видео моим Там есть Значит Это, как называется Короче Информация Информация Пусть Бог благословит вас всех Шаббат шалом Шаббат шалом Аллилуйя Привет Всей семье Моей семье всей Вот Приветствую всех Всю семью Божью Аллилуйя Аллилуйя Драгоценный пастор Издавайте христианские книги Которые будут полезны Для нашего назидания Аминь Аминь Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом